Два дома занимают переселенцы с нынешнего кампуса. До саммита они жили в многоквартирном доме. Взамен людям предложили таунхаусы. Тоже у моря. Они переехали и поняли. На красивой картинке плюсы заканчиваются. Какая вода, я покажу. Но сейчас лучше немного стало, а то вообще ржавая была. Дома возводили в спешке. Это отразилось на коммуникациях. Вода у переселенцев своя, из скважины. Правда, глубину строители не подрассчитали. Ни пить, ни даже готовить на такой воде нельзя. Приходится ездить на родник. Набираю в флягах. Я две фляги, я больше не могу. Две поставлю в коляску и везу. Насколько хватает? Ну, насколько хватает. Смотря как, что будешь готовить. В подвале собственная система очистки. Работает она в полсилы. В доме-то СЖ. Поэтому любые попытки обратиться в коммунальные предприятия заканчиваются одинаково. Разбирайтесь сами. Своими силами мы что можем делать? Делаем. Но, опять же, чтобы обслужить тот фильтр, нужно как минимум 150 тысяч только на закупку самого фильтра. Еще нужно человека, который знает, что делает. Соответственно, нужно заплатить человеку за то, чтобы всю систему полностью запитать и задействовать. Но таких денег мы просто собрать не можем с жильцов. Еще одна проблема – свет. Перебои с электричеством для жильцов – настоящая беда. Ведь от него работает и отопление, и система подачи воды. Отключение по времени составляет 4 и более часов. Воздух в наших квартирах остывает до 14, даже до 10 градусов. Принимала дома Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ. Организацию ликвидировали. Тогда люди обратились в городскую администрацию. Там от проблемы открестились. От нашей съемочной группы тоже внятного ответа редакция не получила. Тут вопрос комплексный. И вопрос, если честно, в общении с администрацией города. У них ССЖ, у них не управляющая компания, дом не муниципальный, дом ССЖ – товарищество собственников жилья, который обслуживают и задерживают свой дом сами. Все вопросы подрядчику. Но Крокус Интернешнл после саммита свою деятельность во Владивостоке свернул. Сейчас за дело взялась прокуратура. Пока закон разбирается в этой запутанной истории. Кто-то живет мечтами о суде, а кто-то – о былой жизни. Если бы разрешили вернуться обратно, я бы на руках без машины перенес свои вещи в вояк и с удовольствием там бы жил.